ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Как можно добиться всего, что изначально ставилось как цель? Я думаю, что удалось. Вот смотрите, что мы хотели сделать, и теперь подведем итоги, что удалось сделать. Если говорить очень просто, то нам хотелось провести такую сонастройку между библиотекой и местными жителями. То есть у них спросить, чего вы хотите от библиотеки, какие активности хотели бы реализовывать в библиотеке. Для этого мы выбрали 4 библиотеки, они совершенно не случайны. Наверное, мы уже об этом говорили и в эфире этой программы о том, что у нас в прошлом году 4 библиотеки муниципальные получили средства федерального бюджета для модернизации. Это библиотека номер 8 города Нижневартовска, это центральная библиотека города Югорска, сельская библиотека Леуша и поселка Высокий. Вот эти 4 библиотеки нами были выбраны как площадка для такого, что называется, эксперимента сонастройки. Мы спросили жителей, чего они хотят, и мы их услышали. И, соответственно, сейчас в библиотеках заработали именно те объединения сообщества, которые жители хотели бы получить. Всего таких сообществ новых, хочу сказать, что, конечно, библиотеки в этом направлении, это не новая деятельность, как вы понимаете. Уже были, новых появилось 24 за это время, которые объединили 500 жителей вот этих вот населенных пунктов. Это внутри вот этих 4 библиотек, 24? Да, новых. Что они из себя представляют? Да, что это? Смотрите, когда мы проводили опрос жителей, чего бы они хотели, мы услышали, например, очень разные, во-первых, жители разные. Как вы видите, города очень разные. Есть крупный Нижневартовск, есть маленький Югорск, есть совсем маленькое село Леуши, например. И пригород, скажем, Мегиона, поселок Высокий, очень разные. И, соответственно, жители разные, потребности очень разные, как оказалось. Например, Нижневартовска, это такой микрорайон, в котором живет в основном молодое население, которым интересна активность такая, какая-то физическая. То есть они занимаются спортом, например, соответственно, они от библиотеки хотели получить, чтобы тоже поддерживать здоровый образ жизни. Библиотека, конечно же, на это откликнулась. Например, они теперь с детьми различными практиками занимаются, знакомят их вообще с какими-то технологиями поддержания здоровья и так далее. Очень интересно, знаете, какое направление оказалось? Что нашим жителям совершенно интересно, то есть они неравнодушны к истории своих населенных пунктов. Вот у кого особенно это активно проявилось? У Леуши, причем, знаете, очень интересное, село интересное, а как оказалось, оно очень старое. То есть исторически ему несколько сотен лет. И, как оказалось, жители очень мало знают историю своего села, несмотря на такую глубокую историю. И они высказали мнение, что библиотеке необходимо этим заниматься. Собственно говоря, Леуши поддержали, конечно же, эту инициативу. И у них теперь такое объединение краеведческое, называется Леуши. Ну что-то типа там «Время, события и люди». Точно дословно не вспомню сейчас название. И, кстати, вот у Леуши они начали активничать еще в социальных сетях. Вот призываю всех, приглашаю подписаться на группу библиотеки Леуши в социальной сети ВКонтакте. Они очень интересно теперь вот себя позиционируют. То есть, например, они вместе с коллективом средней школы, которая в Леушах находится, они сейчас занимаются восстановлением истории этой школы. Они приглашают преподавателей этой школы, рассказывают об этой истории. И вот публикуют потом это все у себя в группе. Я посмотрела, это получает такой очень позитивный отклик от жителей. То есть они, понимаете, как-то объединились вокруг этой истории. И я так полагаю, что, в общем, это получит очень хорошие результаты. Это очень интересно, мало того. Нет, очень круто. А вот что замыкает топ-3 из комьюнити? Да, еще вот точно такое же восстановление истории еще востребовалось у нас и в Высоком, например. Ну вот мне сложно сказать, потому что мне кажется, что все интересно. Вот, например, Югорск. Вот что хочу сказать про Югорск. Очень интересная история с ним получилась. Они поняли про себя еще такую вещь, что они могут стать лидерами в направлении. Что они предложили? То есть они такую модель разработали, что они помимо того, что будут объединять жителей, они еще будут помогать и поддерживать НКО в городе Югорске. То есть почему они так решили? Почему такую роль решили на себя взять? Потому что у них очень большой опыт вообще социокультурного проектирования. Они несколько раз получали гранты разных уровней. И президенты, и губернаторы, и так далее, и так далее. Они очень активные такие. И они поняли, что у них уже такой опыт накопился, что они вполне могут этим опытом делиться. И они вот такую модель для себя сделали. Что они помимо того, что объединять будут жители, они еще будут объединять НКО города Югорска. Ну это очень круто, что реализация... Нам нужна еще одна программа, чтобы все это обсудить. Да, я думаю, что мы с Левушами свяжемся в ближайшие наши программы. Реализация проекта идет на пользу. Библиотеки меняются. С ними же меняемся и мы. Спасибо огромное, что пришли. Доброго рода. Желаем вам с гостей. Прощаемся. С вами живемся 2-2, 2,5 минуты дождитесь. С вами был Игорь Негода.